Это история Леонида Млечна для тех, кому небезразличны наши прошлые. В Новый год Ближний Восток вступил в состояние войны. Дурное предзнаменование. Прямо в новогоднюю ночь боевики Хамас отправили в сторону Израиля два десятка ракет. Ущерб небольшой, но это свидетельство того, что Хамас продолжает действовать, что его боевой потенциал все еще функционирует. А это наложилось на сообщение командования армии обороны Израиля о том, что пять бригад выводятся из сектора газа. Это первое. И что меняется сам характер проведения контртеррористической операции. Она будет другая, не такая масштабная. В основном нанесение точечных ударов. Пять бригад. Две бригады – это резервисты. Они сформированы из пришедших из резерва солдат и офицеров. Их отпустят домой. Но, судя по всему, это связано с тем, что экономика Израиля испытывает сложности. Это ведь небольшая страна. И там сразу же приступили к исполнению своих боевых обязанностей 350 тысяч резервистов. Молодых людей, чье отсутствие на рабочих местах, видимо, сильно ощущается. Еще три бригады – это учебные бригады. Их выводят то ли вместо постоянной дислокации, то ли перебросят на север. Там, где Хизбалай, где, возможно, начнется еще одна ближневосточная война. И споры вокруг этого я вижу между специалистами относительно того, насколько точно в Израиле понимают, с кем они имеют дело. Каждый день армия обороны Израиля сообщает о том, сколько ликвидировано боевиков, сколько разрушено подземных туннелей, где находится взрывчатка, оружие. Сообщили о том, что нашли главный разведывательный центр «Хамас», откуда шло управление боевыми террористическими операциями. Но военные специалисты сомневаются, точно ли израильское руководство понимает, с кем имеют дело. И это часть той дискуссии, которая идет, за которой с интересом наблюдают, естественно, не только сами израильтяне, но и всех, кто интересуется военными делами, историей спецслужб, как могло произойти то, что произошло 7 октября, каким образом в Израиле проморгали и позволили боевикам «Хамас» свершить все то, что они свершили 7 октября. Но все копии летят в сторону разведки, в меньшей степени в сторону командования вооруженных сил. Я должен сказать, что менее всего претензии должны быть предъявлены разведывательной службе. Вообще говоря, мы ведь судим о разведке по кинофильмам, и нам кажется, что разведчики каждый день добиваются невероятных успехов. Если бы это было так, мы бы жили в другом мире. Успехи разведки – это невероятное достижение, это сказка, этому надо радоваться. Но эти успехи не бывают частыми. Это первое. Второе. Руководители всех разведных служб, ну, насколько во всяком случае об этом свидетельствует история, понимают, что в случае неудачного развития событий их будут объединять в том, что они вовремя не предупредили. Поэтому все разведки, разведки всего мира всегда, я думаю, сейчас снабжают начальство самыми дурными прогнозами относительно всего на свете. Большая часть из них, к счастью, не оправдывается, но разведки всегда есть возможность сказать, ну, как же так? Вот возьмите нашу докладную, от такого числа мы об этом предупреждали. Уплеки в адрес военных тоже частично справедливо, частично нет. Конечно, нельзя было размещать штабы воинских частей так близко к границе, нельзя было отпускать абсолютно всех в выходной день, нельзя было полагаться только на какую-то электронную систему, все это так. Но все это порождение политического решения. Считать, что перед тобой противник, который ни на что масштабно не решится и вообще невысокого уровня. Я думаю, что когда речь идет о таких масштабных событиях, как те, что произошли 7 октября, то вина за них лежит на политическом руководстве. И для меня события 7 октября есть в определенной степени повторение того, что произошло 7 декабря далекого 1941 года, когда японцы атаковали американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе. Параллель совершенно очевидный. Сейчас я объясню, что я имею в виду. То, что произошло 7 декабря 1941 года, когда японцы, там от них только линкоров потопили 4 штуки, а еще 4 корабля сильно повредили, уничтожили там, по-моему, больше 180 боевых самолетов. Это был страшный удар психологический по Соединенным Штатам. Мало того, что погибло несколько тысяч моряков и летчиков, а многие были ранены, большая потеря для флота и для военно-воздушного флота. Но это было психологически невыносимо. Американцы почувствовали себя уязвимыми. Они ощутили свою незащищенность. Это был страшный удар для Соединенных Штатов. Практически то же самое произошло 7 октября уже прошлого года. И в том и другом случае это ошибка политического руководства. Применительно к 7 декабря 1941 года это кажется странным. Президентом Соединенных Штатов был Франклин Делану Рузвельт, которого никто не обвинит в недостатке прозорливости. Уж он точно разбирался и в политике, и во внутренней, и во внешней, и во людях. Это он мгновенно, став президентом, почувствовал, что самая страшная опасность исходит от Адольфа Гитлера и нацистского режима. И сразу же предложил Советскому Союзу восстановить дипломатические отношения. Приложил к этому руку, способствовал этому. А потом станет союзником в годы Второй мировой войны. Но Франклин Делану Рузвельт, конечно же, руководствовался представлениями о других людях, исходя из того, какой он сам и каких людей он знает. И он нравы американского политического мира переносил на японский политический мир и сильно промахнулся. Он просто не понимал, что японцы иначе думают и к другому стремятся. Он руководствовался здравой логикой. Япония, несмотря на все усилия по мобилизации императорской армии, экономически во всех отношениях уступала Соединенным Штатам. Воевать Соединенными Штатами – провальное дело. Он правильно рассуждал. Так и был. Да только японцы-то думали о другом. Японцы считали американцев изнеженными, слабыми. Они не собирались устраивать большую войну. Операция, которую провел адмирал Иссороко Ямамото, состояла в том, чтобы нанести психологический удар, так больно врезать и показать, вы, ребята, имеете дело с такими, что лучше вам не связываться, сидите тихо, не мешайте нам. А Соединенные Штаты мешали Японии, потому что вводили эмбарго на поставки топлива. А Япония – страна без топлива, а флот отчаянно в топливе нуждался. Поэтому ставка была на то, что мы один раз больно бьем по американцам, и все, они отсижутся. Они слабые, они ни на что не годны, они отсидятся за океаном. Японцы сильно промахнулись, потому что Соединенные Штаты совершили резкий разворот. Это ведь в военном отношении была морская держава, но не сухопутная. Американские сухопутные силы были на 40-м месте в мире. Мгновенно стали призывать в армию, стали обучать, развернули военное производство, стали производить оружие больше, чем все остальные страны-участницы Второй мировой войны. И главное, во время атаки на Пёрл-Харбор, главная мощь американского флота не пострадала, авианосцы не пострадали. И уже через полгода, в первом же крупном морском бою, японцы это ощутили. Соединенные Штаты мобилизовались, и американские солдаты оказались не такими изнеженными и пугливыми, как считали японцы. И американцы стали методично выбивать японцев с захваченных ими территорий. А Япония долгие десятилетиями распространялась по всему региону. Она пыталась завоевать Китай, потом Юго-Восточную Азию, богатую различными ископаемыми, которые были так нужны Японии. Ну, вообще, у японцев было ощущение, что они должны управлять этим миром. И они натолкнулись на противника, который методично их крушил. И как крушил? Все знают про Хиросиму и Нагасаки. А в начале 1945 года американская авиация уничтожила столицу, город Токио. Токио был деревянным. Бомбардировки американской авиации привели к тому, что город просто весь сгорел. И никто тогда мирным жителям, мирным японцам никто не сочувствовал, потому что они были агрессорами. Так что да, в декабре 1941 года американское руководство совершило большую политическую ошибку, не понимая, с кем имеют дело. Но и японцы свершили ошибку. Они пришли к концу Второй мировой войны с практически разрушенным государством. Сгоревший Токио, Хиросима и Нагасаки, а тут еще Красная армия вступила в дело, Советский Союз вступил в войну с Японией. И вся Квантунская армия огромная была разгромлена и попала в плен. Япония почти перестала существовать. Вот это был результат того, что японцы неправильно оценивали Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов. Здесь мы имеем дело с тем же самым. Конечно же, израильское военное и политическое руководство недооценивало Хамас. Они тоже считали таким же образом. Но ясно, что этот противник слабее, поэтому ему нет смысла начинать боевые операции, потому что он будет разгромлен. А там они собирались устраивать большую войну. Они тоже хотели нанести какой болезненный, психологический удар, который вот так вот унизит и уничтожит израильтян. И промахнулись. Потому что Израиль демонстрирует твердую готовность идти до конца. Один факт, что когда начались боевые действия, все израильские резервисты сами явились в своей части. Никого не надо было искать, никому не надо было отправлять. Повестки все явились и были готовы сражаться и умирать. Мне вот мои зрители пишут и рассказывают о том, чего я, естественно, не вижу, поскольку далеко от Израиля. О невероятной сплоченности общества. Сплоченности в том, что нужно завершить дело до конца, уничтожить врага. Огромное волонтерское движение. Люди помогают, чем могут бойцам армии обороны Израиля, которые проводят контртеррористическую операцию, и помогают беженцам. Ведь несколько сот тысяч людей пришлось отселить от границы, чтобы они не стали жертвой падающих ракет, и им тоже всем помогают. То есть командование Хамас, руководство Хамас тоже сильно промахнулось. И теперь они явно не знают, что делать, потому что армия обороны Израиля так или иначе, такой методик или другой добьются своего. Но вопрос стоит вот в чем. А что потом? И тоже тут возникает параллель у меня с горячо любимой мной Японией. В 1945 году Япония была разгромлена, унижена и почти что уничтожена. В послевоенные годы там происходили несколько другие процессы, чем в нацистской Германии, хотя сравнивают императорскую Японию и нацистскую Германию. В Германии действительно начался процесс переосмысления преступного прошлого. В Японии это не очень пошло. Японцы так и остались уверены в том, что их несправедливо обидели. Их заподозрили в том, чего они не делали. Они ведь просто несли свет разума. Они же пытались создать сферу совместного процветания Великой Восточной Азии. И высаживали войска там, чтобы выбить оттуда белых колонизаторов, помочь местным народам. Ну, кого-то пришлось, конечно, убить, кого-то посадить, но это ради благого дела. Японцы, мне кажется, так и остались в убеждении, что к ним отнеслись несправедливо. Но после того, как император Хирохит по радио впервые в жизни обратился к японцам, они впервые слышали голос императора и сказал, что война прекращена. Война прекратилась. Они прекратили сопротивление. Продолжали сражаться весь несколько человек на разных островах, которые не получили непосредственно приказа от командования. Я даже про одного такого книжку когда-то написал. Все остальные прекратили сопротивление и начали восстанавливать собственную страну. Они не думали о том, как кому отомстить, как кого взорвать, бомбу подложить, убить, зарезать. Они все это забыли, оставили в прошлом. Они занялись созданием своего будущего. Если добились его, Япония превратилась в одну из самых процветающих стран. Я иногда, когда слушаю новости, вдруг натыкаясь на знакомые фамилии, понимаю, что это политики, о которых я писал 4,5 десятилетия, когда начал работу в журналистике. Был журналистом международников, отвечавшим за освещение Японии. Они тогда уже были политиками в возрасте, а сейчас им за 100 лет. Мне кажется, уже все японцы живут больше 100 лет. Потому что они приняли правильное решение. Может ли такое произойти на Востоке, на Ближнем Востоке? Почему нет? Объединенные Арабские Эмираты, у меня вот лежит справочник Тассовский 26-го года, назывались «Пиратским берегом». Вот чем там занимались в ту пору. А сейчас эта страна невероятно привлекательная, добившаяся очень многого. И туда в огромное число людей из других стран еду, чтобы вложить деньги, пожить и так далее. То есть народ может изменить свою судьбу. Правда, это не всегда происходит. Вот Йемен рядом. Там как начали воевать несколько десятилетий между собой, убивая друг друга, так и продолжают. Есть народы, способные изменить свою судьбу. А есть народы, которые на это не способны. Если вам интересно продолжить разговор на эту тему, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube и не забудьте нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok